Собственники квартир в МКД до 31 декабря обязаны переоформить договор на техническое обслуживание газового оборудования, заключенный до 1 сентября. Связано это с поправками в федеральное законодательство. С 1 января обслуживать газовые трубы в доме и оборудование в квартирах должна одна компания. Появились новые требования к оказанию этой коммунальной услуги по газоснабжению, ну и соответствующие требования к оплате. Но хочется прежде всего сказать, что для наших горожан ничего не поменяется. Заключение такого публичного договора на техническое обслуживание и ремонт, он сохраняется, это будут публичные договоры, и они будут считаться заключенными, когда собственники оплатят платежные документы. В январе 2024 года Саровгаз разошлет такие платежки. Когда собственник ее оплатит, договор автоматически вступит в силу. Все организации будут работать по единым документам. В услуге газоснабжения у нас участвуют как минимум две организации. Это Саровгаз и Гуперфенцмиев, у которого на балансе находятся основные магистральные газопроводы. А в отношении собственников многоквартирных домов, которые проживают, три организации, еще и управляющие компании, подключаются к обслуживанию ВДГО. Но все эти отношения будут урегулированы между юридическими лицами и контрагентами. Это является их внутренними отношениями между юридическими лицами. Поэтому для наших собственников ничего не поменяется. И я надеюсь, что размер платы за техническое обслуживание и ремонт тоже не поменяется. Стоимость услуг, способы оплаты и вопросы по оформлению договоров можно уточнить по телефону 75100, 75127 и 75133. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.